Субтитры сделал DimaTorzok Видно, что я белый весь. Вы понимаете, что в принципе мы приехали в самое мистическое место и самое известное мистическое место на Востоке. Привет всем, это Дима Масленников. Сегодня у нас на канале, не побоюсь этого слова, настоящий эксклюзив. Потому что ночевки в этой локации я добивался практически три года. Но это было под строжайшим запретом. И только благодаря вот этому парку у нас это сделать получилось. Они как-то договорились. И вот сегодня мы там проводим ночь. Раньше сюда нельзя было даже заходить. Добро пожаловать во дворец Аль-Касимии, Объединенной Арабской Эмираты. Или как его называют, дворец с привидениями. Дворец Аль-Касимии был построен королевской семьей Шейхар-Осальхаймы. Согласно легенде, семья провела там ровно одну ночь. Утром они покинули дворец, поклявшись больше никогда туда не возвращаться. С тех пор дворец закрыт. Что они увидели там ночью, до сих пор остается тайной. Ну что, ребят, сейчас за нами закроют ворота. Окей, goodbye. Фух, ну что. Ладно, просто после корабля я верю во все, ребят, мы обязательно с ним в продолжение. Он просто нас закрыл. Он просто вышел и закрыл вас на ключ. С этой минуты мы единственные живые. Это, кстати, очень правильная пометка. Кто в этом здании? Пойдемте внутрь. Пойдемте внутрь. Меня зовут Тары. Я владелец этого храма. История этого храма началась в 1975 году. Когда Шейх Абдул-Азиз Касими имеет идею, чтобы сделать храм очень особенный храм. И это занимает около 15 лет. И это, чтобы закончить, чтобы закончить, чтобы закончить около 1990 года. Но в то время Редакция началась. Это храма. Еще раз я вам напоминаю, что шейх, который построил этот дворец, провел здесь буквально один день. Ну, слушайте, смотрите. Если они все-таки оставили это здание, значит, должны были быть какие-то причины. Ну, да, ты же не оставишь здание, которое стоит несколько... Ну, я думаю, миллионов 15 долларов вот это все стоит. Два миллиарда рублей стоит, если подумать. Перевести, если деньги я... Два миллиарда рублей стоит вот это вот все. И это все оставить за один день. Это же как же нужно дико просто струхнуть. Там по-настоящему безумно жутко. Алло? Какое эхо! Капец, там эхо! Нифигасе! Там был стук. Там только что был стук. Нет, какой стук не был. Там только что был стук. Я тебе клянусь, там был блядкий стук. Я не шучу сейчас. Хельмина хаденуна? Ничего. Пуцую мать. Окей. Хельмина хаденуна? Чуваки. Чуваки. И вот хотите сказать, вот это все просто взяли и оставили? Капец, на самом деле, здесь же нереально красиво. Ас-саламу алейкум. Антамаджуд. Другая легенда гласит, что группа мараганских художников, отвечающих за оформление дворца, в отместку за то, что не получили оплату, прокляли дом, вселив злых духов, статуи и картины. А позже в интернете появились вот такие фото из дворца. Смотрите, в данный момент это здание восстанавливают. Его все-таки выкупили в собственность и пытаются, ну, придать ему былое величие. И вот статуи, которые раньше были обезглавлены, сейчас восстановили. Здесь, в принципе, на каждой статуе виден шов, по которому его делали. И очень странно, что про это почему-то ребята, которые давали нам интервью, не говорят. Вот я, допустим, у девушки спрашивал, вот статуя обезглавленная есть? Она такая, да нет. А фотографии есть. И хочешь, я тебе фишку одну покажу? Вот смотри на глаза животных. А нет, да, ощущения, что они какие-то... Что с их глазами? И вот сейчас смотри, фишка. Почему ей, возможно, стало хреново? Потому что постоянно на тебя смотрят? Куда бы ты ни встал, они смотрят на тебя. Капец, что за хрень? Почему? Вот я иду в бок. Блин, это очень красиво. Ты что? Ё-моё. Пацаны. Вот, вот, видишь? Убери свет. Убери свет. Угол убери. А, точно, смотри, им точно резали. Это бушки сносили. Вот видите, новый гипс лежит. То есть они это все восстанавливали. Соответственно, в них якобы вселяются демоны и так далее. Чтобы в них не вселился демон, экзорцисты обрубают головы статуям. То есть, в принципе, чтобы спровоцировать что-то в этом доме, мне кажется, надо разбить статую. Ты пришел со статуей. Отлично. Так, ладно? Да. Эльмина, халадула! Ну, пойдем. Слушай, я ее бездарил, чувак. Что, он не бьется? Смотри. А как она так четко? Я бездарил. Стой, 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 не трогай. Чувак. Вот здесь он решил оставить статую и вот здесь головку. И от этого момента, этот дом был закрыт. Все знают, что мы первые блогеры и люди, которые стоят здесь всю ночь. Да. Да. Никто не делает. Ты думаешь, что мы увидим что-то? Или слышим? Я не знаю. Попробуй, скажи мне, если вы увидите что-то. Давайте, пошумим чуть-чуть, ну. Короче, если бы я был духом, я бы уже взбесился. Тать, ну что, самое паранормальное место на востоке? Ну, либо весь экзорцизм сработал. Что, сдох? Какой-то запах, да, как будто кто-то сдох. Фу. Опа. Лесенька. Тут по рассказам часто видят детей почему-то. Часто видят детей? Да. Ну, вот что в интернете написано про это место, типа здесь часто видят призрака детей. На этот случай у меня есть с собой одна штучка. Мне нравится, как я уверенно иду, но каждый раз, когда какая-то дверь, я жду, пока он зайдет. Это шо такое? Чш, похоже, куда что-то инопланетное. Эльмиле Ахарануна? Что тут написано? Говорится о том, что много звезд пытались купить этот дом, но шейх Абдул-Азиз все это время держал этот замок нетронутым. Меня больше напрягает, что здесь даже и написано. Хонтед Пэлэс. Да, но у него погоняло такое. Жесть. Дима, ты где? Внимание, вопрос. Из-за чего она клашется? Из-за ветра? Ну, ветра нет. Здесь вообще ничего нет. Может, вибрации какие-то? А из чего вибрации? Я не знаю. Из-за того, что мы ходим? Из-за того, что мы ходим? Одинаково клашется, вообще не меняюсь. Она все крутит и верь. Слушай, может, реально из-за наших шагов? Но мы не можем так создавать такую вибрацию, чтобы она все... Блядь, ты чего? Я просто проверяю. Ты хотя бы убеждай? Она не меняется. Блядь, сука! Блядь, сука! Блядь, сука! Ты чё? Ёбудал, что ли? Фу, блядь, простите, пацаны, я просто... Козел просто... Ребят, я не хотел, я не хотел. Ну, а lot of people actually come with a lot of stories. Like, we heard that there's some blood here. Blood? Yeah, like, there's blood. We heard that there's a clock, which have a sound here, maybe at a certain time, that it's a clock. Ой, смотри. А, это разбитая штука. Тут у птицы голова треснуто. Ну, вон, полностью треснуто дерево. Я иду. Ребята, еще посмотрите, как у нас сегодня нарисовано. Вот, знаете, вот это сейчас отключается. Видите, как капля крови. Ну, я бы тоже отсюда свалил сейчас из этого дома. Пацаны, ну, чего вы это сами по-разному помните? Давайте где-нибудь в одно место. Зачем? Ну, типа, ну, блин. Ну, сударь, иди с ним. Ладно. Пойдем. У меня такое ощущение. Складывается, что здесь, в принципе, ничего и нет. Да? Изсударь, видишь с ним? Ладно. Пойдем. Ты посмотри, как, блин, просто расставлено все. Очень странно. Но есть ощущение, что, наверное, они все переставляли, что, наверное, это так не было. Но часов реально до хрена просто. Понял ты? А прикинь, ты один большой хамам. Блин, ты че? Ты че делаешь? Дим? Ты че, блин? Там тень еб***ая. Я не шучу. Дим? Ты че, блин, гонишь? Я его таким шуганом ни разу не видел. Чувак, тут была тень. Ты где был? Я в другой комнате. Здесь была тень, и там нету прохода. Вот, вот здесь была тень. Где? Вот, вот, сзади тебя. Какая тень? Что, может? Просто как будто, я думал, ты прошел. Не, я был прям далеко. А как бы я тень создал? А. Если у вас источники света были здесь, то мне надо было здесь быть. А ты не мог отражение? Сам себя. Встань, дай попробую. Вот смотри, смотри, смотри. Убери. Ну, такой тем не могло быть. Могло. Но я стоял, а там тень прошла. Так, стойте, подожди меня. Не бросайте. Я на сто процентов уверен, что это не игра свет. А есть, типа, еще этаж? Чуваки, а эта херня не двигается. Как она остановилась? То есть, это не ветер и не вибрация. Мы бы так же прошли, она бы снова так же дрожала. Сейчас, подождите меня здесь. Так. Я сейчас приду. Брон, выдохни, пожалуйста. Чувак, я серьезно тебе говорю. Это реально, это не моя тень. Ну, типа, вот это было не вот так. Ну, знаешь, это была тень. Есть жуткое ощущение. Ну, типа, я большой любитель почти катать себе иногда нервы. Но это вообще просто на другом уровне. Понимаю. Есть такая старая фраза. Ожидание удара страшнее самого удара. Слушай, а что еще говорят? Слышал, читал. Я больше в интернете читал то, что вот как раз-таки вот призраки детей здесь. Есть какая-то вообще теория глупейшая. Кто-то говорил, что, типа, кто-то здесь повесился, что-то такое. Были тексты. Не, ну, я не думаю, если они здесь были один день, блядь, то это повесился. Типа, ну, за один день не успели. Типа, блядь, ты чё? Чувак, я тебе клянусь там. Ты чё? Где, блядь? Я тебе клянусь, это, я там день. Ты чё? Ты чё? Чё происходит? Дима, я пришел за тобой. Так, стоп. А ты чё так себя дерзко начал вести? Доритес попробовал, что ли? Э, ничего я не пробовал. Ой, слушай, все явно видно. Обычно шорохи, скрипы какие-то. Я это все на ветер спихивал. А тут вон как активничать начал. Дерзко. Бери еще. Э, а можно? Доритес. Только для дерзких. Будь по-настоящему дерзким с Доритес. Забирай Доритес по ссылке ниже. А я даже монтирую. Ёб твою мать. Ты чё? Чувак, я тебе клянусь, там это хуйня. Где, блядь? Я тебе клянусь, это хуйня. Ты чё? Ты чё? Я тебе говорю, это хуйня. Это не тень. Я опять эту хуйню не видел. Ты чё, блин? Дима! Ты чё меня так пугаешь? Честно, сказал он пранкует? Я не знаю, чувак, нет. Он внизу, он за этим самым пошел. С девайсом. Чувак! Я тебе говорю, здесь ходит какая-то хуйня. Он сейчас опять подорвался с грязи, я хуйню. Я тебе говорю, здесь ходит какая-то вот эта хрень. Я не знаю, это не очень высокая. Я и... В смысле? Если я эту хуйню еще раз увижу, я серьезно говорю. В смысле что? В смысле, вот какая-то тень, блядь, вот как будто вот туда кто-то прошел, вот. Просто прошел. Я просто, когда на первом этаже был, в комнате, вот, в которой заходишь справа, там какой-то прям отчетливый звук был. Прямо в нескольких метрах от меня. Я думал, ты распранкуешь. Чувак. Блядь, интересно. Именно на этом этаже, да? А как, небольшого роста, да? Небольшого роста. Ну, типа, может... Чувак, тут же есть, тут же легенды ходят именно про то, что тут дети, а-да, при других детей. Это меня загнало, я сейчас буду смотреться во все дырочки. А может, это как-то тень с первого этажа? Это была и вообще не тень. Чего, человек прошел? Просто силуэт, как будто человек. Но я не видел, там не было такого, что ты видишь там, мальчик, девочка, взрослый. Не видно, понимаешь, просто силуэт. Так, у меня просто специально для этого есть одна штука. Мишка? Мишка. Я тебе объясню, в чем прикол этого мишки. Ага. Это мишка, которая реагирует на магнитное поле. То есть, смотри, я его не касаюсь, а он издает сигнал. То есть, на магнитное поле любого объекта. То есть, по сути, если здесь действительно что-то ходит и в какой-то момент мы услышим, значит, это что-то к нему подошло. Ну, якобы. Рубани-ка свет. Рубануть свет? Да. Можно я его поставлю в той комнате? В какой? Где я первый раз увидел. Давай. Блядь! Блядь! Ты слышишь это? Вот ручки. Это что такое? Алло. Это у него, его канал. Чувак, твой канал. Твой канал сейчас просто с ума сошел. Чего? Ты что, камеру погасла сейчас еще? Она просто выключилась. Как это в одном? Ты снимал? Ты снимал себе? Я себя снимал. Вот это опять у тебя. Чувак, включи камеру, пожалуйста. Что за хуйня? Нет, чувак, я хочу свалить. Ну, не может быть, этого нет. Сейчас? Это что? Это хаммель. Это хаммель. Что такое? Что это за мишка? Это хаммель. Это хаммель. Это хаммель. Так, давай-ка я свою камеру там оставлю. Давайте посадим, подождем. Это просто будет плохо видно, так. Проби. Я это хаммель. 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 Так, а как дотронуться? До мишки? До мишки. Лен судоби. Она сама звучит как целая форма. Лен судоби. Там шаги. Полистинка шаги. Там шаги. Сейчас? Сейчас шаги. Мишка, мишка, блядь. Джинны. Духи в арабской мифологии. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени. Самыми могущественными и злыми из них являются ифриты. Джинны, повелевающие огнем. Там шаги. Сейчас? Сейчас шаги. Мишка, мишка, блядь. Мишка, мишка. 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 Успокоиться и перестать ждать все. Неслышно было, я предлагаю, может быть, да, пора. Что, разделяться? Наверное. Чем молодую истыкать, сколько она мне ко мне стыкает. А кто туда идет? Я иду к этой пи***и, где она меня встретила. На второй этаж пойдешь? Так, ну что, ты давай на третий. Давай я на третий пойду, а ты куда? А я в по два пойду. Ну что, наши пути здесь расходятся, пацаны? Что, удачи? Все, до свидания. Удачи. Бля, какой таракан, ёб твою за ногу. Ребят, что вы понимали размер? Капец просто. Я пришел туда, где мне показалось что-то. Я считаю, нахожусь на крыше. Парни, у вас все в порядке? Шударь, ты как? Я не знаю, я слышу слишком много звуков, чувак. Странно, то по рации нормально пацаны слышно, то с какими-то перебоями. Здесь кто-нибудь есть? Эхо просто убийство. Лифт, кстати, они восстановили на рабочую. Да, с таким люксом я еще никогда не сталкивался. Да идите в баню. А, я понял, что это. Это здесь наверху, в общем, знаки Зодиака. Лев, дева, весы, скорпион, стрелец. Здесь просто стекла. Ёптыть! Что такое? Ты чего меня пугаешь так? Я пришел посмотреть, как дела у тебя. Да я в шоке. Я поворачиваюсь, ты выходишь. Но призраки вот так бы не зашли. Ха, явно. На самом деле, домино просто огроменный. Сударь! Ау? Дверь была открыта, когда ты пришел. Что? Дверь была открыта, когда ты пришел. Можешь на плейбеке посмотреть? Я был уверен, что она была закрыта. Но это будет проблематично. Так, ок. Так, сейчас подожди. У меня какая-то хрень с микрофоном жестким. Я прям не понимаю, что происходит. Дима, как у тебя дела? У меня нормально. Блядь, это что такое? Чё? Стоп, блядь. Стоп. Подойди. Куда? А посмотри, пожалуйста, на стекло. Ну? Ничего не видишь? Нет, что да. Слева. Это ладошка ребенка? Ну это явно не взрослая. Охренеть. Чувак, что это такое, блядь? Это реально ладошка ребенка, да? Причем одна. Ты сейчас серьезно? Это ты сделал? Блядь, у меня рука, посмотри какая. Типа одна только, да, ладошка? Иди подойди, кое-что покажем. Смотри. Чё так? Смотри. Приклики на стекло. Е-е-бал! Больше нигде не было. Чувак, это какая-то херня. Смотри, это прям детская ладонь. Я посмотрел сейчас все стекла, но на уровне, где дети могут тронуть, больше нигде нет. И типа там только одна рука. Тихо, тихо, не прикасайся. Нет, ну это точно нет. Смотри. Бля, это детская ладошка. Ну, либо женская какая-то. Просто на этом уровне страх. По слухам, соседи часто видят во дворце призраки детей, бродящих по территории. Произвольно захлопываются двери комнат, двигается мебель, бьются зеркала и окна, а иногда женский голос выкрикивает имена той самой королевской семьи. СПАЛЬНИКИ Так, ну что, мы взяли сейчас спальники, и я думаю, будем расходиться по точкам и ложиться спать. А что орут? Наверное, сюда пойдешь? А есть ощущение, что самый жуткий второй этаж? Ну да, что-то вот, блядь, что-то неприятное прямо здесь. Вот, ложись тогда здесь. Сударь, пойдем, я тебя отведу на третий этаж. Сладкий снов. Спим без света. А? Спим без света. Блядь. Давай, наверное, вот здесь прямо ложись. Где? Ну где-то здесь, блядь. Рядом с ладошкой? Ну да. Серьезно сейчас? Ну да, а что? Вообще, как бы такое можно было подписаться? Тут есть охранник, он даже не заходит в дом. Какого хрена просто? Просто какого хрена? Короче, мне сказали спать без света. Все. Блядь. Ладно, погнали спать. Блядь. Это жесть. Блядь. Я понял, почему мне так не повезло. Смотрите. Я остаюсь на третьем этаже. Одни окна. То есть звукоизоляции почти не будет. Если звукоизоляции нет, звуков будет гораздо больше. Да. Ты что, прикалываешься, что ли? Ты что, кто это делает? Сударь, хватит прикалываться. Я клянусь, я ничего не делаю. Вот у меня камера. Кто-то говорил, что специально слышно же? Да, я тоже слышал. Дима? Я сейчас лежал, у меня камера на похуй лежит. Бля, хорош прикалываться. Дима, если так, то сваливаем. Потому что с нами разговаривали по операции. Ну что, это не вы? Я клянусь, это не я. Я думал, что она могла поймать, в принципе, какую-нибудь волну. Там шептали. В смысле поймала волну? С нами флиртовали только что. Это не смешно ни разу вообще. Зачем эту хуйню делать? Сударь, это ты? Нет, мне опять что-то в окно ударилось, я пошел посмотреть. Я услышал, что здесь что-то происходит. Радца лежала около спальника. Сударь, хорош прикалываться. Я тебе клянусь. Вы ходите там? Я лежу вообще. Я лежу на первом. А кто ходит? Я лежу. Я лежу. Я лежу. Только что кто-то пошел наверх. Туда наверх, блин. Сударь, к тебе наверх. Алло? Пошел нахер, не уйдет. Пошел наверх, не уйдет. Пошел наверх, не уйдет. Ну либо кто? Типа я того Ротманова. Ну либо кто-то. Они просто берут. Пошел наш шум convention. Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу сказать Единственное удивительное, что можно сказать об этой локации Что семья шейха ее покинула спустя один день Но с другой стороны, это же шейх Ему просто не понравился интерьер И он поехал строить новый дворец Я хочу попросить вас выразить огромную благодарность в комментариях и в инстаграме о Руту Потому что без этого человека эта съемка просто бы не состоялась Он и его команда приложили огромное количество усилий Чтобы мы получили разрешение на подобную съемку Большое спасибо сударю И огромное спасибо вам, что посмотрели этот ролик Поставьте ему лайк Подпишитесь на канал И я хочу сказать, что Дима Масленников дальше будет еще интереснее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok